Вы, собственно, можете себе записать тему, например, такую. Правые режимы Европы после войны. И начнем мы с вами с подзаголовка «Гражданская война в Испании». Ой, в Испании, простите, конечно же, в Греции. «Гражданская война в Греции», про которую я вам начинал говорить, когда рассказывал про то, как в Греции, собственно, заканчивалась Вторая мировая, про то, что две основные группы, ЭЛОС и другие, начали противостояние друг с другом, и британцы не брезговали помощью нацистов. Вот, то есть, собственно, обычно, как вы видите, гражданскую войну, хотя и ведут скорее, как, ну, объясняют, как события 46-го, 49-го, но можете себе пометить, что, в общем, прелюдией или первым этапом, если угодно, гражданской войны в Греции были события еще во время Второй мировой. Саму войну я уж очень подробно рассказывать вам не буду. Дело в том, что, в принципе, удалось на некоторое время правым силам, казалось бы, с одной стороны, поприжать вот эту вот народно-освободительную армию Греции, она же ЭЛОС, но с другой стороны, так сказать, не доводить ситуацию до полного разрыва. Вот, значительным силам ЭЛОС пришлось разоружиться, на что местные командиры, в принципе, в основном пошли. Но все равно дальше, что называется, как-то дело не очень изодалось. Тем более, как вы прекрасно знаете, уже в 45-м году начинаются проблемы между бывшими союзниками, и если, ну, имеется в виду по антигитлеровской коалиции, и если, так сказать, еще в 44-м году все вроде бы были большие друзья, то в 45-м году уже, в том числе и со сменой президента Соединенных Штатов, происходит перелом в отношениях, начинается это восприниматься все как, так сказать, начало новой холодной войны. Черчилль, уже не будучи премьер-министром, заявление о том, что он, так сказать, видит железный занавес и так далее. Напоминаю, речь про именно Черчилля не как премьера, потому что иногда этот момент забывают. Итак, значит, что касается гражданской войны, то она проходила в довольно своеобразной обстановке. Дело вот в чем. Греция, с одной стороны, действительно имела... Давай, дяденька, нам еще понадобится. Значит, Греция оказалась, во-первых, в новой действительности эпохи холодной войны. Как вы знаете, холодная война, в общем, выглядела... В следующем плане географии выглядела примерно так. С одной стороны, существовал Советский Союз и Советский Блок. Вот, с другой стороны, существовал Блок Западный. Тут надо понимать, что на территории Балкан, уже к моменту как раз гражданской войны в Греции, происходило следующее. Тут будет вот эта карта, тут не так важно. Две соседние из Греции страны, а именно Болгария и Югославия. Ну, Албания, в общем, тоже, но там была немножко своя атмосфера, там отдельная история. Так вот, ну, как минимум, Югославия и Болгария были социалистическими режимами. Режимами они были разными, потому что, если Болгария была очень просоветская и иногда даже именовалась, шутливо, 16-й республикой, хотя для того времени, может быть, правильнее было бы сказать 17-й, потому что после войны в Советском Союзе было 16 республик, была еще Карело-Финская ССР. Об этом нужно помнить. Ее Хрущев присоединит к РСФСР. Нас любят пинать Никиту Сергеевича за то, что он отдал Крым Украине, но забывают почему-то, что он огромный регион вернулся, ну, или вернул, включил, как кому больше нравится, состав РСФСР. Да, вот она, Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, существовавшая с 40-го по 56-й год. Вот, значит, такой вот регион тоже был, имейте это в виду. Так что тогда республик было скорее 16, ну и поэтому, если о Болгарии говорить, то она была, наверное, опять же так, иносказательно 17-й республик. Ну, так или иначе, греки оказались в непосредственной близости, причем значительные северные регионы были прямо-таки приграничными, с Югославией и с Болгарией. Югославия, конечно, была на особицу. Тита не готов был полностью действовать в форматоре Советского Союза, но, с другой стороны, у Тита был определенный план по расширению влияния Югославии на Балканах. И даже в идеале превращение Югославии в ядро будущего Балканского Союза. И да, Рамон достаточно долго пытался присоединить эту самую Албанию. Ну, вот, с греками получилось, ну, имейте в виду, мы с вами уже говорили как-то, я вам говорил про стамбалийского, такого деятеля болгарского, который тоже был, так сказать, за то, чтобы и Болгарию присоединить к Югославии, так что подал всякие разные идеи на Балканах, юнионистские такие, витали. Проверка связи, меня же нормально слышно? Да, нормально. Супер, продолжаем. Значит, поэтому гражданская война была не просто где-то, знаете, как один на дине, да? Нет, она была, в общем, в окружении, если, ну, в общем, практически союзников. И в итоге бывшие силы ЭЛАС, ну, особенно среди наиболее непримиримых деятелей, которые вот в свое время отказались сложить оружие, они в итоге образовали ДАК, демократическую армию Греции, с вот таким вот прикольным логотипом. Это не то, что его сжали, он, в общем, обычно такой, не круглый, а овальный. Вот, ДАК стала достаточно сильной организацией, которая начала войну против, эти два человека нам еще понадобятся, против центрального правительства. Правда, тут надо сказать, что среди генералов, которые действовали, а, собственно, главных их было два, это были вот они, родимые, значит, Маркос Вафианидис и Захариадис, Ника Захариадис, вот два, собственно говоря, деятеля основных. Там шел довольно серьезный спор по поводу того, какой тактики придерживаться, воевать ли силами, что называется, партизан, да, тем более имейте в виду, что Греция, это в значительной степени горная страна, там, в принципе, можно по горам бегать часто и неоднократно и очень долго. Это с одной стороны, а с другой стороны была и точка зрения, что надо идти другим путем, да, и надо начинать такую вот правильную войну с фронтами, ну, может быть, что-то подобное тому, что было в гражданской войне в Испании или в гражданской войне в России. В итоге все-таки выбран был в основном путь партизанских действий, ну, хотя бы уже потому, что силы все-таки в основном были у левых гораздо меньше, чем у их оппонентов. Как вы видите, соотношение сил по годам, оно совершенно не сопоставимо. Имейте в виду, что максимум, сколько набирали собственно силы вот эти национально-демократические, национально-освободительные, они были около ста тысяч, причем там было достаточно много женщин, всяких разных, так сказать, некомбатантов и так далее. Ну, а у центральной власти было там больше двухсот. Поэтому, ну, и естественно, что поддержка в том числе военной техникой и прочими всякими полезными ништяками и ресурсами шла от западного блока гораздо лучше, чем от соседей социалистов. Хотя социалисты тоже не были так сказать совершенно брошены на произвол судьбы. Имейте в виду, что довольно часто отряды вот этих вот партизан уходили на территорию Болгарии и на территорию СФРЮ Социалистической Федеративной Республики Югославия. Вот. Так что в целом это было достаточно ну, она Федеративная Народная Республика Югославия, но потом стала социалистическая. И в итоге им удавалось довольно серьезно наносить потери и урон силам, при том, что крестьянство, особенно в горных таких достаточно дигих районах Греции, в основном их поддерживало. Дело в том, что, допустим, есть такой горный массив Пинд в Греции, на севере Греции как раз. И вот Пинд это с одной стороны такой довольно дикий район с точки зрения так сказать развития высокой культуры, но уже недалеко тут от Албании. Но тем не менее в общем люди там были и на районе были труднодоступны. И как раз бегать так сказать к идейным друзьям было достаточно легко и приятно. Так что гражданская война шла в целом достаточно нормально. Может быть не идеально, но тем не менее левые по крайней мере удержались. Однако постепенно тут случилось несколько проблем, которые все-таки привели к довольно закономерному результату. Во-первых, довольно быстро наладились некие идейные противоречия между различными частями вот этой вот всей левой движухи. Во-первых, там действовали не только чисто греческие, но и представители из представителей нацменьшинств сформирования. Например, Народно-освободительный фронт Македонии. Дело в том, что Македония довольно своеобразный регион. Вы, может быть, как международники знаете, что до недавнего времени шел длительный спор между Грецией и бывшей Югославской республикой Македонии, по поводу чего, что греки считают, что Македония это греческое понятие и государство с названием Македония им очень не нравится. Однако, они согласились временно на бывшую Югославскую республику Македонию. Сейчас, как вы знаете, вопрос решен переименованием республики в Северную Македонию, на что греки все-таки согласились. И в итоге вот эти силы, которые сначала вроде воевали вместе, ну, так сказать, оказались в итоге не очень вместе, потому что македонцы все-таки хотели что-то свое, ну, а даже среди коммунистов не все были готовы эту идею поддержать. В итоге левые проигрывают, еще важно, что Советский Союз помаленьку сворачивал, что называется, помощь. С одной стороны начинались проблемы на других фронтах, те же самые всякие корейские, китайские и так далее конфликты. С другой стороны Сталин вообще в принципе был человек в этом смысле своеобразный, как вы, наверное, знаете, ну такая одна из важнейших вообще в истории 20 века организации Коминтерн, коммунистический интернационал, был ликвидирован фактически при прямом участии Иосифа Виссарионовича. В 43-м году Коминтерн исчезает, вместо него было создано там нечто странное в виде Коминформа, там всяких советов экономической взаимопомощи, но это уже такая была уже не очень удачная пародия, скажем так, на Коминтерн, поэтому Коминтерна не было, Сталин в всякие международные социалистические движения уже лезть особенно не хотел, вот, ну и в итоге к концу гражданской войны, ну еще и видя, что, в общем, результат-то не сказать, чтобы какой-то страшно результативный, результативный результат, да, в итоге коммунисты терпят поражение, правда, их лидеры в основном никуда не деваются, ну в смысле с белого света, и, собственно, Захариадис отправляется в Советский Союз, так же, как и замечательный человек Маркос, но Маркосу будет еще суждено вернуться в Грецию, а, соответственно, Захариадису нет, ну мы про них еще два слова скажем, вот такие дела, то есть гражданская война была проиграна, хотя, повторюсь, там достаточно по-собному тоже понадобится, и даже по-пандреу нам понадобится, значит, рывки на территорию союзных государств, они, в принципе, активно практиковались в ходе этой войны, но все-таки центральное правительство, кстати, действовало, вот карта, можете посмотреть, вот, базы коммунистов на территории Болгарии, Югославии и Албании, из которых они, в том числе с применением артиллерии, пытались атаковать войска поиска центрального правительства, уже в 49-й год, понятно, это тот период, когда их в основном уже вытеснили с территории Греции, хотя у них, видите, вот черными полосками обозначены пути, в основном как раз тут в районе Пинда, по проникновению горными дорогами к различным центрам, еще имейте в виду, что особенность была такая в этом во всем, что горные дороги в замечательной нашей Греции, они, ну, скажем так, не идеальны. Это даже сейчас, как вы знаете, в ходе современных конфликтов, ну, какого-нибудь того же СВО, существует довольно серьезная проблема, что в демисезонье, что называется, да, в осень и в весну войны несколько меняется характер, потому что просто дороги не проезжие, а это, извините меня, середина 20 века, и в этой середине 20 века понятно, что, в общем, с дорогами плохо, особенно в горах, вот, поэтому коммунисты это дело использовали, и отчасти вот здесь, в Северной Греции, им удавалось этим же самым несколько нивелировать, в том числе разницу в технике, которой было у правительственных войск больше, ну, а по мере продвижения этого конфликта к своему завершению все больше и больше, вот, но тем не менее гражданская война была проиграна, ну, а товарищи, которые выжили, в том числе среди генералитета, они на время отъехали в Советский Союз, вот, он потом вернется, генерал Маркос, вот, и, в общем, например, он работал на Пензенском часовом заводе, так что, в целом, вроде бы, все было, это некоторое, знаете, некоторое затишье, что же случилось с теми, кто победил, ну, победили, победил, прежде всего, один из, так сказать, тех, кто пожал плоды этой победы, был Александр Спапагас. Александр Спапагас, он, как раз, имейте в виду, не был каким-то особенным монархистом, он был, скорее, либеральным, он такого право-либерального крыла деятель, как видите, узник Дахао, главнокомандующий во времена той самой итало-греческой войны, про которую он рассказывал, где греки фактически расколотили итальянцев и только вмешательство немцев, в общем, все это дело помножило на ноль, вот этот самый товарищ пришел к власти, Александр Спапагас, кстати, проживет он, в общем, не слишком много после войны, в 55-м году он уже умрет, но он, в общем, прожил довольно длинную жизнь, почти 7 лет. Далее власть он передаст Караманлису, Константинесу Караманлису, который, ну, для меня, по крайней мере, является старшим современником, в принципе, он прожил почти до 2000-го года. Караманлис человек довольно сложной истории, представитель, в общем, скорее такого влиятельного клана, но в значительной степени им самим и созданным. И интересно, что он является представителем Караманлидов. Караманлиды это такая очень своеобразная группа, изначально проживавшая в центральной Турции, из, еще видна, состоящая из греков, ну, или, так сказать, грей, грей, эллинизированных, да, ну, поскольку эллинами себя сейчас и называют греки, да, не только древние греки эллины, эллинизированные вот эти самые тюрки, отчасти, ну, и несколько тюркизированные греки, вот, как раз они представляют всегда Караманлидов. Караманлиды в значительной степени православные, поэтому, в общем, в ходе сложных перипетий турецко-греческих отношений и перемещения населения значительная часть этих Караманлидов объехала в Грецию и ныне проживает как раз на территории этой самой Греции. Причем, если в Турции они составляли такой достаточно пограниченный ареал, то на территории Греции уже они представляют из себя скорее такое дисперстное довольно население. И вот, собственно, из этой вот группы, которая была интегрирована в греческую политику, тоже вышел как раз Караманлид. У него и фамилия вполне подходящая. Он был выходцем из довольно занят... Кстати, по поводу Македонии, еще два слова скажу. Имейте в виду, что в начале 20 века, такой небольшой флешбек, что еще в начале 20 века вопрос Македонии, недаром он сейчас настолько сложен, тут были довольно сложные отношения, борьба между, с одной стороны, сербами, с другой стороны, представителями славянского населения македонского, с другой стороны, греками, с третьей стороны, Османской империи. И все они, в принципе, пытались как-то это дело разрулить. Так что македонский регион это такая сложная история. Еще имейте в виду, что сейчас в эту борьбу включились еще и болгары, потому что в Болгарии существует такая точка зрения, что никаких македонцев не существует, что македонцы это такие своеобразные болгары. Действительно, болгарский и македонский язык, они довольно близки, хотя и не совсем идентичны. Насколько я знаю, у македонского, например, нет падежей. Это чуть ли не единственный славянский язык без падежей. Поэтому история, опять же, в этом регионе была сложная, поэтому стоит ли удивляться, что и в гражданскую войну сороковых годов это все сыграло. Итак, Караманглес приходит к власти, как вы видите, у него будет сложный довольно политический путь, потому что редко кто из деятелей тех или иных смог бы побывать в важном кресле и в 51-м году, и в 95-м году. так что это знаете ли достижение. В принципе, Караманглес вроде бы был молодцом, да, и в 55-м, 63-м году становится с небольшими теми самыми с небольшими перерывами является премьером и себе обязательно зафиксируйте, что именно при нем страна вступит, правда, на правах ассоциированного члена в ЕС, Европейский экономический союз, который, как вы, я думаю, прекрасно разбирали на других предметах, является прообразом ЕС. вот ЕС, вот туда собственно именно при Караманглесе государство греческое вступает. Правда, тут надо сказать, что если само правление Караманглеса в общем вроде бы достаточно было успешным, да, экономика росла так или иначе, но в итоге он поругался с королем Павлом I, не путаться с российским монахом, который соответственно станет восьмым и фактически последним королем из династии Глюксбурга, правящей в Греции. Почему фактически, ну потому что формально таковы будет Константин II, но в общем он в большой роли играть не будет и так сказать власть его уже будет серьезно ограничена, но про этот период мы поговорим. Значит, Павел в итоге в целом с Караманглесом разругался и в итоге вторая половина 60-х это достаточно трудный период для Греции. почему? Ну потому что фактически министры менялись и в стране назревали внутренние проблемы. Дело в том, что гражданская война в Греции хоть и закончилась, но полного истребления так сказать противников там не было и страна не очень большая. Поэтому проблемы сохранялись и государство достаточно сильно качало то туда, то сюда. Вот. В итоге этих качаний наступает так называемый режим черных полковников, который фактически заканчивает период вот этих сложных второй половины 60-х всех этих перетурбаций. Значит, длился режим чуть меньше 10 лет с 67 по 74 год. Это себе зафиксируйте, ну и имена собственно лидеров, которые этот режим возглавляли. Это были Пападопулос и Иониадис. Неонидис, точнее. Неонидис, хочется назвать. Дербом, правда, под конец, они избирали Феникса, ну, так сказать, как эту самую Кипсу, которая восстает из пепла и хотя она при этом страдает, она все же возрождается. Режим полковников был довольно занятым. С одной стороны, он был немножко странным, но, во-первых, имейте ввиду, полковники несколько изменили тон флага. С нынешней и до этого бывший греческий флаг, он выполнен в более светлом немножко тонне. Но дело даже не в цветах. Во-первых, много чего было запрещено. Во-первых, были запрещены рок-музыка, мини-юбки, длинные волосы у мужчин, ну и так далее. В общем, короче говоря, кучу всего было нельзя. С другой стороны, черные полковники не были, ну, во-первых, это были все же, мы должны понимать, что хотя целый ряд элементов их правления, они такие были немножко а-ля фашизм, ну, не нацизм, а именно классический фашизм, однако полностью говорить о том, что это были прям фашисты-фашисты нельзя. Во-первых, практически все деятели, о которых мы говорим, так или иначе боролись против немцев и против итальянцев. И они были вполне себе такие нормальные греческие националисты. Это первое. Второе. Имейте в виду, что черные полковники в массе были из простонародья. может быть, не совсем из батраков, но там из бедных каких-нибудь сельских учителей, по-моему, как раз попадок у вас был из как раз этого самого какого-то такого происхождения. не указанного. Ага. Будут не указаны. Ну, короче говоря, по-моему, был как раз с ценой сельского учителя. Ну, то есть такой прям низовой интеллигенции, назовем это так. Ну, и так далее. То есть они при том, что были достаточно правые и много чего запрещали, они, тем не менее, действовали немножко по-другому, чем принято считать. Вот мы с вами будем позже чуть-чуть говорить про Португалию. Там в своей Греции не наблюдалось какой-то особой любви и союза между, допустим, старой аристократией и вот этими черными полковниками. Черные полковники были военными, но об этом, я думаю, можно вполне догадаться по названию. И они действовали, кстати говоря, с большой опорой на Элладскую православную церковь. Греческая православная церковь с вот таким замечательным орлом-палеологом, очень полковников поддерживала. Надо сказать, что полковники вообще для экономики сделали много. Они были не просто кучкой каких-то ретроградов-фанатиков, помешанных на православии и запрещающих мини-юбки. На самом деле экономические дела шли достаточно неплохо. Во-первых, у них было достаточно хорошее очень неплохо изменилась структура ВВП. Если до этого доля промышленности была очень невелика, там, порядка 10% ВВП, то в период полковников она подскочила до 30%. Греция начала производить вполне себе рабочие автомобили. И сейчас есть попытка возродить их, но вообще греки производили джип пони. Вот. И существовала, ну, тут идет англоязычная статья, но мне лишь бы вам картинку показать. Имейте в виду, что компания Намко греческая сейчас она чисто разрабатывает военные заказы, короче, отрабатывает, причем именно по лицензии своего, по-моему, вообще ничего не делают. Ну, тем не менее, в 60-е годы они начали создавать свои первые, так сказать, автомобили. Понятно, что в значительной степени это были автомобили, которые были на базе других, но вот, например, Намко с пони, джип такой, что называется, за три копейки, да, но по европейским меркам, был греками вполне производим. И заводов были, по-моему, даже чуть ли не десятки. Они, может быть, не очень большие были, но тем не менее. То есть, в общем, промышленность Греции в это время развивалась и росла. А с другой стороны, в международном отношении, восприятие Греции, в том числе среди предполагаемых союзников, а дело в том, что Греция вступает в НАТО, вот, было достаточно сложным. Во-первых, вы должны понимать, что вот, члены НАТО, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Значит, в НАТО Греция вступает в шкоре после Гражданской войны. И история в том, что фактически греки на самом деле периодически, честно говоря, потом еще заявили о том, что они туда выйдут, но это мы еще поговорим с вами. Итак, в 52-м году они вступают, но в НАТО отношение к ним было непростое. Во-первых, все вот эти вот такие фундаменталистские православные замашки полковников с запретом много на чего, они воспринимались довольно болезненно обществом, но и воспринимались часто как анахронизм, в том числе и на Западе. Ну, не то, чтобы какой-нибудь условный Линдон Джонсон был большим поборником идей хиппи, которые постепенно в его эпоху как раз развиваются. Но этому самому президенту США Линдону Джонсону приписывается фраза, когда он на встрече с греческим послом заявил, что передайте папа как его там, чтобы он отпустил папа как его там. На самом деле расшифровывается следующим образом. Предполагалось донести до как раз лидера черных полковников, чтобы он отпустил Андреаса Папандреу. Папандреу и партия Папандреу, вообще клан Папандреу сыграет еще большую роль в греческой истории. Ну, собственно, так, черный полковник ну, а отрисовывалось это Георгию Пападополосу. Вот, так что очевидно некоторая такая можно сказать Извините, а у меня одного картинка зависла или нет? Картинка а что у вас? Ну, просто осталась на намка. А, да, а у меня уже карта, остальные скажите, как у вас? У меня все нормально. Все нормально. зависание бывает, потому что у меня тоже бывает, я слушаю семинар даже при нормальной сети, и там вдруг я смотрю слайд, слайд, оп, можете попробовать там свернуть, развернуть, вот что может. Так вот, значит, наша замечательная, ну, хорошо, что сказали, вообще обо всяких затыках со связью вы непременно говорите. Значит, что касается отношений, повторюсь, союзников, были они прям такие не очень здоровскими. Как мы знаем, Линда Джонсон, человек, который в значительной степени у нас фигурирует, когда мы говорим о войне во Вьетнаме, вот, но, в общем, он в том числе держал греков, что называется, за не самых, может быть, явно полезных союзников. режиму черных полковников очень серьезно, что называется, попортила кровь, история с политехническим институтом, университетом, по-моему. Дело в том, что в 73-м году в Афинском политехническом университете вернулась забастовка, которая, в принципе, изначально даже и не была воспринята как что-то невероятно ужасное, однако, постепенно ситуация стала заходить в тупик для правительства, и правительственные силы решили университет штурмануть, но при этом угробили некоторое количество народу, и это и вовсе было воспринято болезненно. В итоге среди вот этого триумвирата черных полковников произошел определенный переворот и в общем пришла к власти новая немножко фигура, хотя и немножко, потому что из той же компухи, но незадолго до этого имейте ввиду в 73 году была упразднена монархия. Можете себе записать, 1 июня 73 года был отстранен монарх от власти, незадолго до этого монарх было дернулся установить какую-то свою власть, но я вам недаром говорил, что последним государем в Греции, который что-то мог из себя изобразить, был Павел I, а его сын Константин в общем уже не смог. И в итоге, очевидно, в том числе, чтобы сыграть на вот эти вот требующие демократизации силы, отстранили короля от власти и объявили республику. Правда, эффекта толком это не возымело. Объясню, почему. Во-первых, потому что силы левые всякие, они были в глубоком подполье. Не то, чтобы режим черных полковников был какой-то уж просто дико-террористический, да, и в принципе там были места заключения, там были концентрационные лагеря на островах, но это были все-таки не лагеря смерти, это тоже нужно понимать. Хотя оппозиционерам в Греции в то время было быть не очень классно. Причем подвергались репрессиям в том даже люди, которые уж явно имели заслуги перед допустим Грецией в ходе борьбы с нацистами. Ну, так или иначе, в общем, демократические, такие особенно левые демократические силы, особенно этого строения короля не заценили. Естественно, монархисты тоже не заценили, но и в итоге получилось, что это строение короля никому в общем восторгов-то не дало. Поэтому ничего, но тем не менее греческая монархия окончательно прекратилась, хотя мы с вами говорили, что были перерывы уже в 20 веке и до этого. Ну и вообще изначально, опять же, я про это говорил, что греческая государственность в 19 веке начиналась с республики островов, то есть, в общем, там монархическая система была даже и не изначально заложена. Ну и в итоге к власти приходит двой, примерно на год другой выходец из этой самой военной хунты Ионидис, но, правда, в принципе, дни режима были уже сочтены. Он попытался после отстранения Пападопулуса, что называется, завернуть гайки, вот, но, тем не менее, у народ уже на это был не готов. Окончательно похоронили все его политические проекты, попытка создать Кипр в составе Греции, ну и попытка присоединить в Грецию, соответственно, Греции присоединить этих самых киприотов. Значит, смотрите, история была такая, на Кипре руководитель страной, как это может быть неудивительно, православный деятель, епископ Кипрской Православной Церкви, позже ее предстоятель, как раз Макарий Третий, в миру Михаил. Он был президентом Республики Кипр в целых 17 лет. Про его режим можно кое-что рассказать, но это не самое главное для нас. Хотя интересно, что Кипр до сих пор является разделенным на три части, но про это сейчас мы два слова скажем. Греки имеют ввиду континентальные правительства Греции решило сделать такой финт ушами. Отстранить Макария, потом поставить своих людей и довольно быстро соединиться с Кипром в любовном экстазе. План вроде был нормальный, но не были учтены некоторые моменты. Во-первых, Макарий не очень рвался к энозису так называемому, есть в величинском политике такое понятие как энозис. Энозис это, собственно говоря, единство, объединение. Энозис или иносис, вот этот энозис, так сказать, он с одной стороны позволил Греции обрести примерно те границы, которые она обрела, вот, но с другой стороны идеи на, так сказать, идеи на то, что энозис надо бы продолжить исходить на Кипр, вполне себе были. Тем более, что до этого Крит, который не входил в состав Греции, присоединив сюда. Кипр правда подальше. В итоге происходит переворот, который поддержан был Национальной Гвардией Кипра и рядом других организаций, сместили президента, вот, и поставили Никаса Самсона, который был представителем как раз вот этого эридентизма и идеи энозиса. Однако, вроде все было классно, но в итоге получилось так, что хотя у Матария были свои сподвижники и в армии, но тем не менее он временно вроде бы проиграл, но турки среагировали быстрее. Дело в том, что на Кипре в общем население достаточно сложное. Я уж не буду вам точно сейчас посмотрим, сколько сейчас живет, но в целом на Кипре население плюс-минус 50 на греческое и соответственно турецкое. Здесь получается, ну вот даже если по современности посмотреть, допустим, на территории республики северного Кипра проживают где-то 400 тысяч в основном турок, а на территории собственно Кипра проживает около миллиона двухсот, ну преимущественно греков, хотя там также турки в какой-то степени присутствуют. Короче говоря, ситуация была непростая, плюс еще греческая община была расколота, ну собственно говоря, переворот. В итоге турки достаточно быстро сориентировались, переворот у нас 15 июля 74 года и совсем скоро турки, которые в общем были очень даже заинтересованы в расширении своего влияния, в июле 74 года начинают экспедицию на Кипр. Чтобы нам было с вами понятно, мы с вами откроем карту, карта, как говорится, всему голова, и увидим, что в общем грекам-то плыть было подальше, чем представителям Турции, потому что от Турции Кипр отделяет примерно 60 километров пролив, ну а грекам все-таки было подальше. И поэтому турецкая вот эта вот навала, она имела успех ограниченный, правда, и где-то треть острова была захвачена была захвачена территория, вот турецкое федеративное государство Кипр появляется, ну а потом оно становится Турецкой республикой Северного Кипра. Вот этот, собственно говоря, попытки киприотов и греков как-то выбить турок наталкиваются на полную, в общем, наталкиваются на глухую стену, и турки оказываются более результативны, так называемая операция Аттила или операция по поддержанию мира на Кипре, как хотите называйте, окончательно похоронила режим черных полковников. Черные полковники в лице своего последнего лидера Ионидиса, в общем, проиграв даже казалось бы на своем поле, но они были военные, логично было бы, что тут бы они как-то преуспели, однако они не преуспели, и проиграв столкновение, оказались в изоляции, впоследствии имейте ввиду, что деятели режима будут отправлены под трибунал, под суд, и судьба их будет немножко разной. Ионидис просидел до самой смерти. Он просидел очень и очень долго. Изначально вообще там была казнь, но казнь отменили. В то же время другие его товарищи по цеху, что называется, многие вышли в 90-е годы из тюрем. Так что в целом история к ним была иногда более благосклонна. Вот. Так что так, по-моему, вышел он в 90-е. Вот. Ну, это ладно. Нам он на самом деле не так важен. Часть, по крайней мере, точно в 90-е повыходила. А вот. Особенно кто-то был на вторых, третьих ролях. Таким образом, режим черных полковников закончился. Режим черных полковников закончился, и вроде бы все было хорошо. Попытка вот этих всех деятелей, ну, там еще был такой Фидон Гизникис, который тоже был за укрепление режима и закручивание гаек. Ну, и тоже поддерживал вот эту историю с войной. Так вот, в итоге Став во главе, они, с одной стороны, решили многие экономические проблемы Греции, добились экономического роста, добились промышленного роста, однако добиться благорасположения народа у них не получилось, потому что все-таки, ну, уж больно странноват. Уж больно странноват был режим, вот, и таким образом очень уж одиозными были его представители, потому что, хотя они вроде ничего плохого-то и не учили, и не говорили, что там надо кого-то в печках сжигать особо, но вот вот эта вот такая бытовая дурь, она довела до беды. В итоге умер Игизитис, все умерли, грусть, тоска. Но, что называется, когда что-то уходит, что-то приходит, а в итоге Греция начинает свой путь к Третьей Греческой Республике, так называемой. Третья Греческая Республика, начинается аккурат свержение полковников, вот, и, соответственно, почему Третья, ну, потому что первая была в самом начале, вот, потом в начале 20-го века, ну, во второй, третьей, если угодно, была Республика снова с 24-го по 35-й, ну, и вот это, поэтому Третья. А в Третьей Республике довольно быстро наступила так называемая Эра Папандреу. Клан Папандреу, про которых мы с вами уже говорили, Эра Папандреу, значит, период власти вот этого милого дяденьки, которого звали Андреас Георгиас Папандреу. Он был не первым представителем рода Папандреу, и в целом стал очень важной фигурой для греческой политики. Возглавлял он, кстати, пройдемся, я обещал вам сказать, что было с деятелями, бывшими коммунистов в изгнании, которые проиграли гражданскую войну. Никас Захариадис ему в жизни не так, чтобы очень повезло. Дело в том, что в 56-м году он не сошелся мнениями с 20-м съездом КПСС, точнее, не сошелся с критикой Сталина, которая в том числе была вынуждена на 20-м съезде КПСС, и в итоге был отстранен. Умер в Сургуте, по-моему, самоубился. Ну, в общем, как видите, прожил-то долго, почти 20 лет после своего фактического отстранения от власти. Напротив, его товарищ генерал Маркос, в общем, оказался довольно, где-то он тут был, но бог не. Он вернулся в Грецию, и имейте в виду, что в значительной степени последняя четверть 20-го века в Греции определялась партия Пасок. Пасок Всегреческое Социалистическое Движение. Движение, образованное как раз после свержения черных полковников, и движение, которое ознаменовало как раз для себя, ознаменовало собой, точнее, вот эту самую эру по Пандреу. В принципе, довольно быстро им удалось взять на себя власть, набирая порядка 50% голосов. Эра по Пандреу это такой довольно интересный период в греческой истории. Почему? Потому что он сочетал, казалось бы, несочетаемые. Во-первых, Греция продолжала оставаться членом НАТО. Да, она время от времени пыталась снизить свой статус. Вот, Караманлис, например, в 74-м году, вернувшись к власти, заявила о выходе из военной организации НАТО, вот, но сделал он это не потому, что он там сильно любил Советский Союз, Караманлис как раз был достаточно правого полка политик, права либерального может быть, но он говорил у греков у всех, даже при том, что они все там могли друг друга не любить, по Пандреу не любили Караманлиса, Караманлис не любил черных полковников, черные полковники никого не любили, однако вот национальная вот эта вот катастрофа по поводу турок, причем две, одна в 20-е годы, одна с Кипром, вот эта неудача, они вызвали неудовольствие в значительной части греческого общества, в общем, самого разного толка, и поэтому, в общем, Караманлис сказал, что он будет выходить из военной организации, вот, ну и в 80-м году только в военную организацию вернуться, вот, кстати, потом греки не будут пускать Северную Македонию никуда, вот, так что самое занятное, что присоединялись-то они одновременно с турками, вот, и воспринималось это тоже довольно сложно, до сих пор, если надо найти две страны НАТО, которые вот-вот могут друг другу вцепиться в глобку, это как раз Турция и Греция, а вот, они присоединились детей и другие в 52-м году, но проблем между ними много до сих пор, может быть, знаете, там периодически катера друг друга таранят и так далее, такие веселые ребята, вот, и в итоге вот эта вот самая партия послуг двинула свои, сейчас ее, так сказать, звездный час прошел, но я скажу, что после ухода ее звездного часа вскоре ее сменили ребята похожего плана. чем Папандрео его период характеризовался? Ну, во-первых, с одной стороны, это была риторика в сторону Советского Союза. Папандрео, в принципе, неплохо относился наиболее знаменитая фотография, неплохо относился к Советскому Союзу, по крайней мере, на словах. При этом из НАТО не выходил, и даже из военной организации не выходил. Он расширил очень сильно социальные всяческие гарантии. Росла реальная заработная плата. Это все было, и это все говорит на пользу. Но в то же время достигалось это в значительной степени весьма серьезным давлением на бизнес. Поэтому, с одной стороны, Папандрео выигрывал выборы и его партия посок. Однако, он был заложником обстоятельств. С одной стороны, да, у него была довольно широкая база, база народная, там было достаточно много всяких интеллигентов и пролетариата, особенно такого любин пролетариата. Студенчество в значительной степени его поддерживало. Он был довольно харизматичен, поэтому, в принципе, человек был яркий. Путь к власти и, в общем, у него был уже достаточно быстрым. В 74-м движении создается, сначала у него результаты 15%, а потом уже 25%, и дальше уже 48%. То есть, фактически, каждый раз удалось удваивать свой результат. Греция стала строить социальное государство. В принципе, опять же, в Греции были достигнуты многие реформы, которым не худо бы случиться и пораньше. Например, до этого в Греции существовал институт только церковного брака. В эпоху Папандрео Греция познала уже и гражданский брак. Но не в том смысле, в котором иногда это слово употребляют неправильно, гражданский брак как сожительство. Нет, просто ЗАГСы так далее начали работать вполне как теперь примерно. Далее, у него в его эпоху была национализирована значительная церковная часть имущества, введено всеобщее здравоохранение, введено-то оно было, может, и до этого, но только работать оно начало как раз при Папандрео. То есть народу жить стало лучше. Однако во внешней политике он, с одной стороны, демонстративно дружил с социалистическими режимами, давал, во-первых, интересные сигналы, закупая часто вооружение у именно Советского Союза и его дружественных режимов, хотя в НАТО, по идее, это было бы даже дешевле, поскольку скидка предоставлялась в льготы для представителей НАТО. Но он предпочитал делать так. Почему он так делал? На самом деле, имейте в виду, что эпоха Папандрео это, может быть, не столько эпоха какого-то эксцентричного такого вот лидера, сколько вынужденные действия. Дело в том, что, несмотря на то, что партия Папандрео, как вы видите, набирала практически половину голосов, что очень круто, однако порядка 40% населения оставалось на достаточно крайне правых или крайне правых позициях. Поэтому попытка развернуть государство целиком в сторону Союза, Советских Социалистических Республик, у Папандрео бы не получилось. Это бы привело к новой гражданской войне, причем, может быть, даже еще более жесткой. Плюс если мы посмотрим с вами, когда Пасок стал правящей партией, это 1981 год. В 1981 году уже, в принципе, было понятно, что Советский Союз уже не торт. Это уже эпоха позднего Леонида Ильича, который уже готовился отправиться в мир иной с тем, чтобы передать, как вы знаете, кресло в череде стареньких руководителей, после которых придет в 1985 Михаил Сергеевич Горбачев, в 1982 уходит Брежнев заодно и в мир иной. Поэтому получается так, что, в общем, когда Папандрео приходит к власти, он уже сталкивается с тем, что, понятно, Советский Союз никоим образом не сможет обеспечить Греции все необходимое. В то же время американцы за аренду военных баз в Греции неплохо содержали, неплохо платили. И что позволяло содержать некоторые вот эти социальные проекты, которых было много. И в плане образования, и в плане здравоохранения, и в плане подвышения заработных плат, ну и все такое прочее. В принципе, система более-менее работала, несмотря на скандалы, несмотря на определенную бюрократизацию и так далее, все-таки страна для людей становилась получше. другая проблема, что партия посол была партией скорее лидерского типа. Хотя она вроде имела определенную какую-то свою идеологию, все дела, но она не была партией, где, так сказать, главная идеология, а лидеры меняются. Нет, это был чисто проект Поп-Андрео в клана в целом, ну и соответственно Андреаса в частности, ну и даже, наверное, в главном образом. Поэтому ему никак особенно не удавалось полностью выполнить свои вот эти вот обещалки по поводу выйти из НАТО, но я вам уже объяснил, что это было просто невозможно. Даже, может быть, не следует искать какие-то невероятные козни и возглавлядность характера у нашего героя, просто ему деваться было некуда. Ситуация была такова, что он не мог просто этого сделать. И даже, напротив, скорее увеличивал интеграцию по факту Греции в ЕС и НАТО. Вот. Но при этом у него была своя игра, в том числе с различными группировками. Во-первых, он довольно серьезно заигрывал с ООП, Организацией Освобождения Палестины, и всячески осуждал Израиль. Интересный момент, что при нем на территории Греции довольно спокойно действовали различные экстремистские террористические группировки, которые ставили своей целью освобождение Палестины. Вот. Это, кстати говоря, приводило прямо-таки к терактам и приводило к тому, что туристический поток Греции начал помаленьку слабеть. Вот. Потому как теракты проихтов израильтян могли вредить и тем, кто израильтянин сроду не было. Вот. Это одно. С другой стороны, была там еще такая интересная организация 17 ноября. Вот. Или революционная организация 17 ноября. Это была греческая леворадикальная сила с вот таким приятным флагом, которая, в общем, конечно, не была прям-таки союзником вроде бы правительства Папандреу, но Папандреу действовал по отношению к революционной организации 17 ноября достаточно вяло. И фактически она имела чуть ли не свободу действий. Она осуществила, как вы видите, порядка 100 террористических актов в Европе и осуществляла их в том числе в Греции против обычно американских и натовских деятелей, а также против всяких правых политиков, которые в свое время особенно были замешаны в репрессиях или до того в гражданской войне против коммунистов. Так что Греция эпохи Папандреу это такой сложный довольно организм, потому что с одной стороны там росли социальные стандарты, с другой стороны там было не очень спокойно из-за террористов. Ну, понятно, что в деревнях спокойно было, а в городах это не всегда. Ну, и в итоге особенно после того, как сам Папандреу уже старел неуклонно, он проживет очень долгую жизнь, ну, достаточно долго, почти 80 лет. Ну, понятное дело, что постепенно он терял власть, вот, терял, ну, а поскольку я вам уже сказал, партия была такая чисто лидерского типа, постепенно Пасок начала пикировать, она начала проигрывать своим всяческим оппонентам, в том числе движению Новая Демократия, которая была основана Карамандрисом, и по факту сейчас в греческом парламенте торжествует идея Карамандриса, хотя Карамандриса с нами нет, но тем не менее его идея есть. Но в 98 году умирает Карамандрис, Папандреу умирает практически тогда же, в 96-м. Вот это поколение политиков, которые уже, может быть, не в молодости, но тем не менее сменили черных полковников, ушло как раз в конце 20-го века. В современной Греции можно даже в какой-то степени сказать, что идеи вот этой гражданской войны, они продолжаются только в более лайтовой форме, потому что с одной стороны в эпоху Папандреу произошла кампания реабилитации коммунистов, ну коммунистов и всяких коммунистических и социалистических группировок. Допустим, была снова реабилитирована и признана вполне достойной и героической организацией ЭЛАС, да, и хотя ее лидер Арис Вилхиотис был в свое время убит и казнен в общем перед гражданской войной или на первой стадии гражданской войны, тем не менее в общем он теперь в Греции но особенно в эпоху Папандреу воспринимался как нечто очень хорошее но отчасти может быть заслуженно была реабилитирована ДАК демократическая армия Греции эпоху гражданской войны и так далее вот сейчас в Греции ситуация следующая в 21 веке довольно большую роль играла Сереза Сереза это такое по сути дела новая реинкарнация посток старая посток тоже существует она образует определенный альянс вот и даже в принципе имеет там чуть меньше 10 процентов в парламенте но тем не менее более интересной является Сереза новая так сказать партия левого толка объединившая всякие разные еврокоммунистические маоистские троцкистские экологические и прочие партии и как мы знаем одним из лидеров этой самой Серезы был Алексис Ципрос президент вернее премьер простите пожалуйста премьер Греции вот депутат многолетний и так далее его иногда называют кстати говоря что симптоматично ровесник как раз вот это вот поражение черных полковников и греческой третьей республики достаточно интересный деятель которого часто кстати с Папандрео сравнивали вот также точно оказывающийся в ситуации когда казалось бы у него левые очень позиции но никуда сдвинуть Грецию из ее нынешнего положения в ЕС и в в ЕС и в НАТО он не может и не мог вот ну и Греция вот эти вот социальные так сказать широкие программы они может быть без должного экономического подспорья приводят приводили Грецию нередко к экономическим определенным кризисам хотя имейте ввиду что кстати в эпоху черных полковников скажем им доброе слово в целом по экономическим показателям Греция была примерно по основным равна Испании и превосходила сильно Португалию вот что в общем неплохо при том что Греция все-таки заметно поменьше Испании ну и с Португалией примерно сопоставим ну а теперь мы поговорим о той самой Португалии значит перемены не будет это плохая новость но зато пара закончится в 5 часов это хорошая новость поэтому напрягитесь тем более это почти пара но чуть больше значит Португалия страна довольно своеобразная как вы знаете страна в которой происходили довольно важные события когда-то по Тардисельянскому миру я не устану об этом говорить Испания с Португалией ни много ни мало а что делили мир вот на зоны колонизации которые так сказать предстоит колонизировать тем и другим вот такая вот была классная история это классный период в истории Португалии 1494 год вскоре после открытия Америки вступил в силу правда позже однако имейте ввиду что королевство Португалии это достаточно интересная такая штука вот Португалия не попадала временами в период в периоды зависимости от Испании существовала так называемая Иберийская уния когда примерно на 60 лет португалу находились в составе Испании но все-таки этот период был не такой длинный в 20 веке в Португалии все было не очень здорово дело в том что в 1910 году происходит свержение монархии монархия в Португалии прекращает свое существование и с тех пор она никогда больше не вернется увы увы значит ну про португальское цареубийство это уж мы два слова скажем но это не так важно хотя это и подготовило определенную почву для будущего для будущей революции дело в том что террористы республиканцы обстреляли королевский кортеж и в итоге перебили ну в том числе короля и его старшего сына в принципе нельзя сказать что это было какое-то нападение психо-одиночки дело в том что португальская монархия в значительной степени сильно сдала по отношению к предыдущим эпохам Португалия страна небольшая она теряла колонии и в общем исторически находилась в положении такого младшего союзника по отношению к Британии вот это такой был в общем не очень приятный альянс потому что ну понятно что британцы с одной стороны не доводили может быть Португалию до ручки но в целом конечно Португалия только теряла теряла и теряла но самый свой лакомый кусок Бразилию Португалия потеряет хотя там немножко интересная история если часто обычно колонии отделялись так сказать на волне республиканской то с Бразилией были довольно интересные истории дело в том что в эпохе в эпоху наполеоновских войн например существовала такая бразильская империя вот когда после наполеоновских войн но дело в том что в эпоху войн как раз португальский двор переехал в Бразилию это на самом деле довольно занятный эпизод почти уникальный потому что в целом сказать о том что кто-то уезжал в свои колонии и в 19 веке и в 20 веке в ходе всяких войн там против Бельгии той же самой немцев и первую и вторую войну как-то в общем среди монархов не очень принято было уезжать казалось бы в собственные колонии а вот португальцы да португальцы уплыли вот так что это довольно интересная история вот но тем не менее постепенно Бразилия все-таки ушла в свое путешествие вот хотя португалья к 20 веку определенные колонии сохранял революция 10 года республиканцы военные и так далее захватывают власть однако происходит целое целый ряд всяких разных гадостей ну во-первых в ходе драки за Африку португальское общество чувствовало что их обидели с одной стороны португальцы хотели создать пояс от Ангола до Мозамбика но их объегорили в том числе там англичане ну и не только все остальные поэтому на фоне довольно плохого уровня жизни мы с вами позже будем говорить что даже в более поздний период уровень жизни это будет не зашкаливающий в Португалии произошла революция правда сказать что революция принесла прям такие какое-то невероятное благоденствие и все стало хорошо было бы наверное неправильно имейте ввиду что первая португальская республика оказалась чудовищно нестабильным режимом будучи светским государством и контролируя казалось бы достаточно большие территории это и острова Кабаверде это и ряд территорий в Индии это и Тимор и Макао вот Португалия оказалась в пучине внутренних разборок министры менялись просто таки чрезвычайно часто вот если с президентами как-то еще было чуть постабильнее то с премьерами было все совсем плохо вот полная нестабильность полный разборот и шатание и в итоге происходит переворот в 26 году военный переворот в принципе почти все его так устало поддержали потому что оказалось что вот эти все демократические казалось бы революционные деятели даже в небольшой Португалии не могут устроить какую-то более-менее нормальную нормальную республику вот периодически происходили путчи и так далее там еще были попытки восстановить монархию короче говоря полный разгром в итоге постепенно с 26 по 33 год иногда делаются разные так сказать те самые датировки с 26 года устанавливается военная власть которая через 6 лет приведет к диктатуре Салазара но тут немножко надо сказать что после того как приходит к власти военная диктатура во главе с генералом Кармоной происходит следующее из небытия появляется фигура Салазара Салазар был человек очень интересный он был интересный кстати говоря он достаточно интересен уже тем что оставил след я уже про это вам говорил говорил что он оставил свой след в Гарри Поттере почему потому что Джоан Роулинг в том числе очень интересовалась португальской историей и вот как раз из Антонио де Салазара у которого на самом деле было несколько более длинное имя она и и в общем он стал прототипом Салазара Слизеренда одного из основателей Хогвартса ну реальный Салазар Хогвартс правда не основывал но человек был очень специфический будучи фактически диктатором причем диктатором очень долгоиграющим в отличие от допустим там фашистских около фашистских режимов 30-х 40-х там Муссорини Гитлера потом мы с вами говорили про хартизм и так далее Салазар во-первых просидел гораздо дольше их во-вторых он был очень своеобразным человеком во-первых он не был военным никогда Салазар был человеком из такого ну даже скорее из ну не из низов но из таких самых низов среднего класса назовем это так вот он был из такой весьма набожной семьи которому повезло что местный землевладелец ну говоря русским языком почти помещик поддерживал его стремление к образованию и Антонио Десалазар действительно получил хорошее образование это был человек очень и очень образованный тут прям ничего не скажешь при этом он был так называем сторонником так называемой христианской демократии но христианские демократы того времени в Португалии это не демократы в полном смысле это скорее такие очень прокатолические настроенные товарищи которые при этом не топили особо за монархию но при этом имели очень хорошее отношение с Ватиканом Антонио Десалазар был из таких Антонио Десалазар вообще изначально мог стать священником однако он решил продолжить образование и стал юристом он стал юристом закончил наиболее престижный наиболее качественный вуз Португалии того времени может быть даже и до сих пор так называемый Каимбрский университет в городе Каимбру Каимбра точнее основанный еще в то время когда Залтар Денскаинга у нас был так что человек это был выдающийся он в 14 году заканчивает университет с отличием сдает экзамены что-то типа на 19 баллов из 20 это дает ему право стать преподавателем и уже через год он возглавляет кафедру в 18 году становится доктором наук ну правда там конечно немножко другая была система достижения степеней чем у нас сейчас ну и там вообще система и сейчас другая но чтобы вы понимали его академическая карьера шла весьма быстро интересно что Салазар был в быту достаточно скромен нельзя сказать что может он был прямо скетичен но достаточно скромный был человек военные формы никогда не носил всегда ходил в костюме тройки публичных выступлений не любил любил так сказать некоторое уединение и самое интересное что когда он уйдет на правительственную должность на должность министра он попросит в ВУЗе академический отпуск и почти до самой ну до конца своей политической карьеры например до 70-го года будет каждый год так аккуратно очень педантично писать письмо в ВУЗ с просьбой продлить ему академический отпуск хотя вообще смысла в этом особого не было личная жизнь его тоже в общем довольно туманна почему потому что он каких-то романов с ним особо не было известно он например был вроде как влюблен в дочку своего вот этого покровителя богатого помещика который его спонсировал но при этом так сказать когда у него не получилось выстроить с ней отношения в том числе из-за противодействия родителей он как-то совершенно на этом деле не настаивал вот так что потом вроде как у него был роман с его экономкой но это такое довольно темное дело может это просто была такая глубокая дружба так что в общем человек в этом смысле довольно своеобразный никогда в салазаристской Португалии такого культа личности похожего допустим на гитлеровский или на сталинский в Португалии не было да салазар персона салазара была вроде бы овеяна определенным почитанием но это был в общем совершенно иной уровень чем в диктаторских режимах 20 века салазар еще интересен тем что он действительно смог вывести страну из экономического кризиса хотя у этого были определенные мягко говоря углы про что мы с вами поговорим кстати говоря в его отношениях к различным современникам типа Гитлера и так далее видно следующее он с одной стороны мог рассматривать их как ситуативных союзников допустим в ходе гражданской войны в Испании португальцы благо они рядом были достаточно активно воевали на стороне франкистов против левого республиканского правительства с другой стороны он довольно плохо относился вот видите вот собственно был пост в Португалии регион порядка 10 тысяч бойцов это много вот но штука в том что при этом католик ревностный Салазар весьма негативно относился к всяким языческим и околоязыческим экзерцисам Адольфа Алоязыча поэтому в общем отношение у него к нему было сложное если мы возьмем его карьеру до войны то ему сначала предложили пост министра финансов в начале но там не очень сложилось потому что Салазар фактически потребовал чтобы ему передали все рычаги управления экономикой ему отказали вот и он соответственно фактически перестал на это дело претендовать однако впоследствии его туда такие позвали вот и собственно Салазар в 28 году был уже у руля португальской экономики вообще экономика ему досталась достаточно убогая прямо скажем во первых первой четверти 20 века что не так уже обычно две трети населения даже в метрополии про колонии мы и не говорим потрачило в сельском хозяйстве ну потрачило в смысле было потрачом а работало было занято в сельском хозяйстве в основном как раз кстати потрачило я не зря употребил этот термин потому что значительная часть португальского крестьянства была малоземельной может быть не безземельной но малоземельной вот значит винище активно шло на экспорт но естественно португалия не могла за счет этого экспорта фактически переработанная сельхозки вина обеспечить себе какое-то место под солнцем напомню вам что 20-30-е годы этой эпохи модернизации индустриализации в некоторых странах восстановление против после первой мировой или как в нашей стране восстановления после гражданской и первой мировой в общем Салазару было довольно сложно в этой ситуации наладить нормальную работающую систему как я вам уже говорил крестьянство было малоземельным ну и вся вот эта вот береберда со слабой экономикой приводила к недовольству и как следствие социальной напряженности однако к 33-му году Салазару удалось оттеснить военных которые с 26-го года были у власти на второй план и самому прийти к власти свою державу свой режим точнее он назвал эстаду ново то бишь новое государство в принципе это был довольно странный режим во первых в нем не было как такового ну как вот допустим ну все все вот эти вот дяденьки они хотя и проживут достаточно долгую жизнь деятели португальские эпохи второй республики они тем не менее окажутся отодвинуты Салазаром на второй план гораздо интереснее в данной связи то что Салазар например не создал какую-то партию ну а-ля нацистская или фашистская да при нем был некий национальный союз но национальный союз я не зря употребил к этому слово некий во первых он даже в принципе и партия это был поскольку поскольку больше он так сказать был скорее политическим движением чем партии во вторых его влияние честно говоря было довольно ограниченным он не был особенно массовым и был ну массовым то может и был но вот в плане господства над умами с этим было как-то фиговенько в принципе может быть у Салазара бы все не так здорово и получилось вот кстати говоря интересно что Салазар к себе приблизил значительную часть такой правой профессуры часть кстати этой профессуры была даже вполне себе связана не просто так сказать верой там были образованные всякие кардиналы из католической церкви в общем поэтому Салазар шибко гордился что у него самое образованное и самое остепененное правительство вот как вы видите журнал Life в принципе даже назвал его величайшим португальцем со времен Генриха Маладмэри плавателя почему ж его так все любят любили тут вот в чем дело имейте ввиду что в 17 марта 39 года кстати завтра годовщина кому нужен повод для праздника пожалуйста состоялся принятие так называемого пакта иберийского нейтралитета значит помимо дружбы друг с другом было решено а тут как раз как вы знаете гражданская война в Испании закончилась было решено во первых дружить друг с другом во вторых в мировую войну не лезть которая так сказать уже была приближ как это стучалась к двери как мы знаем начнется она в полной мере в Европе первого сентября вот но события в Китае события вокруг Чехословакии и т.д. и т.п. они уже давали недвусмысленный намек ну и события в самой Испании где немцы уже сражались с советскими специалистами и так далее и все это конечно заставляло умных людей задумываться о том что будет дальше поэтому состоялся вот этот пакт о нейтралитете ну и если Франко скорее поддерживал Германию хотя я вам уже читал в предыдущей лекции в одной из о том что Гитлеру не удалось склонить его на военные действия против Британии в районе Гибралтара но там скорее не в том смысле что Гитлер не смог а в том смысле что-то у Гитлера был немножко другой план будь у него во главе угла план адмирала Редера о блокировании Суэрского канала и Гибралтара естественно и Франко можно было бы убедить но Гитлер как мы знаем пошел другим путем и в итоге это привело его к самоубийству а вот Салазар был скорее пробританский то есть у них в общем при неплохих отношениях Франко и Салазара ориентация все-таки немножко другая была потому что несмотря на помощь Португалии все-таки основную помощь в приходе Франко к власти оказал как раз и Тало германский вот этот контингент который от которого Салазар был в какой-то степени дистанцирован хотя в принципе отношения с Гитлером и Муссолини у него были довольно сносны так или иначе начинается война начинается война и всем становится нужен вольфрам дорогие мои вольфрам это такой металл который очень нужен для производства стали высококачественной вот химический элемент вот вот он родимый так металл твердый тяжелый блестящий металл вольфрам был чрезвычайно необходим для производства качественных стали с помощью которых обе воюющие коалиции гитлеровская антигитлеровская делали всяческие свои военные машины на танки прежде всего но не только в общем вольфрам нужен был всем и португальцы у которых был вольфрам и Салазар в том числе оказался на коне он взял да и воспользовался этим да несмотря да так воспользовался что его вот эти вот экзерцисы с продажей вольфрама всем будучи нейтральным ему удалось действительно очень серьезно увеличить количество золота в казне чтоб вы понимали при нем вырос этот самый золотой запас в банках примерно с 60 миллионов долларов до примерно 400 с лишним ну то есть это много да то есть золотой запас он увеличил очень сильно вот вам на себе запишите за годы войны золотой запас в Португалии вырос с 63 миллионов долларов в 38 до 438 в 46 поэтому считать Салазара каким-то странным дядькой без ораторских задатков кстати и лекции его как сообщали современники были такие довольно дотошные но довольно нужные то есть он оратором повторюсь не был совсем но тем не менее его политика была не так крива как может показаться также Португалия была таким всеевропейским с одной стороны уголком тишины но с другой стороны черным рынком и через Португалию шла довольно активная торговля через всякие серые схемы и латиноамериканской нефтью и вообще чем хочешь так что в войну Салазар сумел действительно не потерять себя но кому интересно так сказать про роль Португалии в войне кто не читал можете прочитать есть такая чудная книжка ночь в Лиссабоне логично что Лиссабон это у нас не что иное как Португалия и как раз немецкие эмигранты попадают в том числе в Португалию где отношение к ним было достаточно спокойным в общем на самом деле Португалия для многих была таким вот островком безопасности при всех повторюсь особенностях режима правда имейте ввиду что в целом Салазар был молодец в плане цифр в плане экономических цифр он был прям таки могутной дядька во первых он увеличил производительность труда он ВВП при даже уже после войны рос на 6% в год росла доля промышленности вот рос ВВП не только общий но и на душу населения аграрные доля аграрного сектора снижалась неуклонно в ВВП поэтому в принципе промышленность росла и в общем к концу его правления дошла аж до половины в целом в этом его не упрекнуть действительно он в относительных величинах добился больших успехов в Португалии однако режим Салазара имел целый ряд минусов которые его и погубят ну лично Салазара погубит инсульт мы вот но про это мы еще поговорим во-первых в абсолютном выражении все-таки португальцы имели достаточно грустные показатели у них была очень тяговая допустим социальная сфера я вам говорил что наши замечательные греки в эпоху Папандреу вваливали ну попозже конечно было но сопоставимый период вваливали огромные деньги в социалку и средства вот у господина Салазара с этим были тяжелые проблемы во-первых около ну для достаточно сказать что в середине века даже позже около половины женщин рожала без всякой медицинской помощи просто так сказать не было не было не было возможностей проведенность труда была довольно низкой можете себе пометить что 9% тратилось только на образование 4% на соц обеспечение и треть бюджета уходила на военные расходы это ну а также очень не кислые расходы были на полицию значит поэтому почему же такие большие военные расходы терзали португалию вот проблема в том то господин Салазар имел довольно своеобразное представление о деколонизации деколонизацию он не принимал и считал в общем совершенно таким деструктивным и неправильным процессом в его период проявляется такой интересный термин длинное длинное слово запишите себе лузитано тропикализм собственно лузитания это античное название Португалии оно тропики это тропики тут я думаю все понятно значит в принципе история достаточно своеобразная дело в том что придумано это было кстати говоря не Салазаром а придумано было на секунду бразильцем был такой Жилберто Фрейре вот проживший довольно долгую жизнь нам он интересен тем что будучи в общем историком и антропологом он был еще и социальным философом если угодно и как раз он придумал концепцию лузитано тропикализма лузитано тропикализма ну тут как сократить ну более аутентичное луза тропикализм но лузитано тропикализм это слово видео то португальцы дескать ну тут в принципе так видите португальцы они более изначально этнически смешанные они более готовы к межнациональному диалогу поэтому они более гуманные и более гибкие в своих взаимоотношениях с колониальными народами колониальная империя у них наконец появилась раньше чем у всех ну действительно так сказать они с испанцами шли параллельно про Тардиселевский договор я вам уже говорил и вот дескать поэтому португальская колониальная империя это нечто совсем другое да как в известном меме да вы не поняли это другое и вот как раз лузитано тропикализм или луза тропикализм считался национальной идеей по отношению к колониям однако тут так сказать история это классная а вот как это дело применить вот тут начинаются проблемы дело в том что довольно занятную часть элиты на территории этого самого в общем на территории вот этой империи португальской дело в том что имейте ввиду португальцы довольно быстро начали пытаться создать так сказать образ что надо что называется говорить не о колониях что о колониях говорить неправильно а на самом деле это просто отдаленные регионы за морем они ночью поделали да вот и тут надо сказать что в португалии складывается своеобразная система с одной стороны как я уже сказал так называемые заморские провинции были фактически колониями португальцы пытались ввести какую-то там ну что называется попытку показать что это тоже регионы во-первых самой португалии было довольно хибово с избирательным правом там избирательное право имели только лица которые там определенное количество налогов платили короче имущественный ценз был довольно явный особенно до войны а с другой стороны в заморских провинциях складывалась такая простойка как ассимиладуш запишите себе ассимиладуш ну то есть ассимилированные дословно это чернохожие и мулаты которые принимали католицизм и которые соответственно были ближе к вот этой вот всей португальской системе как казалось португальцам по крайней мере на секунду забегая вперед скажу что из этих ассимиладуш как неудивительно выйдет довольно значительная часть борцов за независимый статус ну в общем ассимиладуш были португалоязычными в значительной степени а на португальцам говорили неплохо плюс к тому еще и они довольно неплохо получали образование и правительство и правительство им его даже и давало возможность получать однако не по проблеме приезжая в португалью ассимиладуш видели что проблем в португалье в самой хватает средняя продолжительность жизни имейте ввиду была всего лет 49 50 по-моему в общем по сравнению с европейскими странами в португалии было фиговенько и от вот этого перераспределения ресурсов вернее ресурсы появлялись я вам говорю про Вольфрам тот же самый но на социальные нужды пускалось мало потому что огромное количество сил тратилось на поддержание вот этой колониальной империи и в целом это было проблемой некоторые элементы кстати говоря империи были более что называется более полны этими самыми ассимилиадуш чем другие допустим вот Кабо-Верде ну или острова зеленого мыса как вам угодно вот они они были более португализированы и более так сказать ассимилированы в то время как находящаяся через пролив Винея-Бисау про которую я немножко поговорю она была куда более так сказать отделена от вот этих самых товарищей португальцев в культурном и прочем плане имейте ввиду что допустим есть такой феномен Кабу-Вердьяну языка который на базе португальского возник но тем не менее имеет целый ряд своих внутренних слов из местных городов я вам говорил про Кабу-Вердь там порядка 70% населения это мулаты африканно-европейского происхождения в то же время например на территории восточного Тимура в принципе тоже в общем на островных территориях если так немножко поговорить с вами об этом то имейте ввиду что на территории Европы не Европы а на территории островных территорий на островах на островах в принципе дело шло лучше например на восточном Тимуре несмотря на то что большинство населения там вполне себе на Тимуре местное но оно такое очень христианизированное порядка 90 с лишним процентов населения на восточном Тимуре бывшей португальской колонии это как раз представители вот этого вот ассимилированного в известной степени местного населения которое в какой-то степени ну в общем относится относит себя в культурном плане к в том числе наследию португальского владычества вот как видите мистису да термин вот которые теряют свою племенную уже какую-то самоидентификацию ну в общем исповедуют католицизм исправно а в кабуэрде так же но при этом например в нагоа тоже да хоть не остров но там христиан много вот особенно было вот например в анголе или там в мазамбике тем более как вообще на противоположном конце Африки или еще где там как-то в общем ссимиляция не очень пошло но чтобы было понятнее возьмем вот кабуэрде да я вам цифры показал и возьмем находящийся напротив него гвинею бисау гвинея бисау государство небольшое бывшая португальская колония и мы тут с вами обнаружим что мулатов здесь менее одного процента ту 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 вот так что в целом как раз и христиан мало и вообще так сказать хотя вроде вообще через пролив вот кстати забегая вперед скажу что это одна из причин почему изначально движение за объединение вот этих двух колоний потерпела крах вот история про войны в Мозамбике и в те самые войны против различных противников на территории Африки но основном Монголы и Мозамбика это мы с вами можем долго обсуждать но в целом нужно сказать про несколько эпизодов ну во-первых началом конца режима такой в общем первой ласточкой первой вороной даже скорее в истории с Португалией новым государством стала Гоа Гоа один из самых курортно привлекательных регионов Индии ныне штат хотя я еще небольшой в котором расположен город Васка де Гама ну в общем понятного вполне происхождения хотя старлицей он не является он был португальской территории кроме него кстати говоря были другие более мелкие менее известные допустим Даман и Диу после того как территория Индии о чем мы с вами говорили получила независимость эти территории остались под властью португальцев но индийцам такая история не нравится с 50-х годов начались вполне себе конкретные противостояния например с 54-го года в 61-м году понимая что португалия все больше вязнет в войнах на территории Анголы и Базамбика давайте запишем хотя вот война за независимость Анголы ну а про винию Юбисава я вам немножко скажу в общем основные силы португальской армии начали стягиваться и бороться в ходе войны 64-го 74-го годов в Мозамбике и 61-го 75-го в Анголе ну в конфликт в Анголе начался раньше анголов в принципе побольше поэтому запишите себе первый 75-й вот здесь была довольно сложная история потому что с одной стороны движения которые боролись за независимость Анголы были разные и кстати имейте ввиду значительную часть из них возглавляли вот эти самые асимиладуш получившие образование в Португалии вот например такой человек очень сложный как Жонас Савимби был как раз именно из них так же как и Августин Аннинетто ну в принципе вы по именам можете понять что имена у них какие-то не совсем тузерные а вполне себе европейские вот так что Португалия правда тоже имела в регионе друзей Родезию ЮАР такие крайне правые режимы апартеидные ну а также Израиль был рад помочь вот ну а ангольские повстанцы были поддерживаемы соц. странами в какой-то некоторые из них были поддерживаемы США но в основном не против Португалии а скорее против марсистских групп вот ну и в общем довольно такая интересная была история но так или иначе в 61 по 75 год громыхала война в Анголе забиравшая большое количество сил имейте ввиду что небольшой сравнительной Португалии пришлось туда отправить около 65 тысяч человек а это ну точнее даже по факту наверное и больше учитывая что ряд деятелей португальских стремились эту войну каким-то образом что называется африканизировать и привлекать еще и местное население для борьбы с повстанцами опираясь там на племенные различия и так далее война за независимость Мозамбика началась несколько позже но и она была несколько более единой тут была Фрельмо фронт освобождения Мозамбика ну и тем не менее сил требовало от центра португальского тоже много вот поэтому в том числе португальцам приходилось кучу денег тратить на войну которая была ну прямо-таки убыточной естественно как это часто бывает а правда в обоих странах имейте ввиду довольно скоро развернулась потом гражданская война после победы но это уже другая история так или иначе войны кипели и наши дорогие индейцы решили предвосхищая историю с Крым-наш которая у нас будет годовщина скоро они как раз опираясь на практически полную поддержку местного населения причем индейцев христиан индейцев индуистов и всех остальных выдвинувшись сюда в 61 году в декабре они присоединяют Гуа и в итоге победа за нашими дорогими индейцами но индейцы при этом имели колоссальное превосходство в принципе количество убитых как вы видите общее равняется примерно 50 а раненых около сотни то есть это в принципе довольно незначительные потери для такого конфликта интересно что португальцам очень горестно стало и к тому же Салазару что британцы особенно никак в 61 году на это дело не отреагировали да они заявили о том что они не поддерживают подобное решение проблем но как бы ну не поддерживайте и слава богу что называется решили индейцы тем более индийский национальный конгресс в общем в тот момент особого одобрения британцев и не нуждался а в португальской политике просто имейте ввиду есть такое понятие наш старейший союзник обращаем именно к Британии вот но старейший союзник палец о палец особо ну по крайней мере как это видел Салазар не ударил чтобы как-то спасти территориальную целостность португальской империи как ее видел как раз Салазар естественно что несмотря на риторику о том как что называется важно сохранять португальскую колониальную империю вот и так далее если в самой территориальной самой Португалии особенно не имела политического значения значительная часть населения то уж тем более вот эти заморские территории на азиатском и африканском континентах а также на островах поэтому себе в общем можете перспективировать спокойно а вот естественно что все это было очень и очень ну в общем велами по воде основная часть населения была оттеснена даже в Португалии от политических власти и выборов а уж про колонии говорить нечего поэтому удивляться что эти все асимилады приезжая в Лиссабон или еще куда-то получают там образование несколько в общем сталкивались по крайней мере с всякими подпольными марксистскими кружками начинали читать всякие левые книжки удивительного здесь нет ничего потому что в общем социалки и в самой Португалии хромало а уж учитывая что значительная часть в этих заморских территориях была вполне себе ну то есть население там было больше чем в самой Португалии понятно что их до полноценных выборов никто не допускал вот такие дела поэтому соответственно вот так вот вот эти заморские провинции ревно было что называется образовать всем что у нас дескать нет колоний у нас просто есть заморские провинции и только ну на самом деле это было понятно дело иллюзия и после занятия индийцами территории Гуа также точно произошло на территории более мелких португалийских анклавов Даман и Тиу вот они здесь это стало болезненным ударом в том числе повторюсь на международной арене в ходе войн в Африке в принципе война шла в целом не так плохо может быть действительно при поддержке особенно там в Анголе при поддержке родизейцев и ЮАР удавалось в основном задавить эти все движения и не извести их до партизанского статуса но что называется победа тоже как-то от этого не наступала и в итоге мы с вами немножко поговорим про Амелька Амелька он вообще как бы что касается происхождения это явно происходное от картагенского имени Гамилькар поэтому как бы сказать правильнее то его Амелькар было бы называть но по-португальски он Амилкар Амилкар Кабрал вот деятель как раз португальской Гвинеи Севич Гвинеи Бесал этот деятель который правда был убит в 73 году стал как раз сначала студентом в Португалии он был как раз из этих самых Асимиладуш его отец был плантатором чиновником назван как я уже сказал он был в честь Гамилькара португальского господин Карпагенского естественно полководца вот и то есть Папка был такой достаточно образованный товарищ и Амилкар он решил что двинутся что нужно двигаться так сказать в сторону независимости в итоге была образована ПАИГ ну или по-русски Африканская партия независимости Гвинеи имелось ввиду не Гвинея которая независимая Гвинея а Гвинея Бесал в целом началась вскоре два инушка на территории Гвинеи Бесал как я уже сказал произошло интересное несмотря на то что Амилкар в общем партию-то назвал сам Игините так получилось так что Гвинея Бесал как раз поднялась а вот Кабуэрде со своим я уже сказал на 70% мулатским населением таким в общем португалоязычным в той или иной степени как-то не очень и поэтому постепенно идея о едином государстве канула в лету и фактически по Игг довольно быстро распалась на по Игг там и по Игг тут вот на территории Икаба Верда и Гвинея Бесал это изначально левое было движение вот ну и собственно война также шла с 63 по 74 год на стороне по Игг выступали как африканские режимы так и социалистические режимы что касается хотя Амелькар Кабрал был убит но власть впоследствии перехватил его родственник вот Луиш который собственно говоря стал первым главой государства он был потом свергнут но тем не менее им удалось добиться независимости вы могли заметить что войны как-то волшебным образом все закончили в 74 году что же такого в 74 году случилось ну в 74 году случилось следующее значит в 70 году господин Салазар очень неудачно сел на стул это причем не метафора дело в том что он в 70 году свалился со стула вот и упал погодите может не сейчас уточню по поводу падения со стула в 68 простите в 68 он упал не то со стула не то с шезлонга вступнулся головой вот и в итоге его сподвижники марионечный президент Америку Томаш и Марселу Каэтану тоже в общем Каэтану особенно это был выходец из такой правой профессуры данили властные что называется кабинеты всерьез надолго отношение к Салазару продолжалось Салазар в общем не узнал что он остался уже не удел к нему периодически приходили министры ну а тем более дедушка был во первых старенький во вторых он еще и после инсульта поэтому он в деменцию полностью не впал но воспринимал достаточно сложно действительность быстро уставал ну поэтому чисто формальные знаки внимания были для него достаточно и в итоге вот эта парочка Томаш и Каэтану праве еще ни много ни мало 6 лет ну с момента смерти господина Салазара 4 но учитывая что последние 2 года своей жизни он вообще ничем не управлял то понятно что 6 вот в принципе Томаш Томаш даже наверное поскольку он португаль Томаш который кстати президентом был как видите достаточно долго но был при этом Херсон и скорее такой номинальный и Каэтану который в общем продолжал руководить страной как премьер-министр они пытались вести страну потом и война как раз в значительной степени при них-то и велась ну то есть большая ее часть там восьмого по семьдесят четвертые это в любом из этих колониальных конфликтов большая половина однако постепенно народ это достало и запишите себе 25 апреля 74 года в Лиссабоне происходит революция гвоздик история там такая при всех повторюсь экономических определенных успехах уровень жизни не рос а вот эта вот двойнушка бесконечная в колониях длящаяся десятилетиями она вызывала усталость народа в том числе отток португальцев из страны от с одной стороны страх перед мобилизацией с другой стороны очень низкие на европейском уровне зарплаты ну и по европейским меркам точнее зарплаты в общем вызывали дикий отток молодежи недовольство было и среди военных которые часто видели что война-то идет и даже несмотря на локальные успехи окончательно победить не представляется возможным и в итоге ну по крайней мере там если в Кабу-Верде так сказать и войны-то не было толком а вот внутриафриканских уже в континентальных владениях дело было совсем беда и в итоге происходит так называемая революция гвоздик спровоцированная движением капитанов движение капитанов это офицеры ну в основном даже и не столько какие-то сильно высокопоставленные которые входят в Лиссабон и фактически без потерь свергают Каэтану погибло вроде 4 человека но это для такого в общем это грубо говоря в городе столько в ДТП может в день погибнуть вот и в итоге что очень интересно в 76-м году Португалия становится многопартийным государством с такой левой умеренно левой ориентацией вот вы здесь видите строительство в стране социализма не значит что социализма а-ля Советский Союз нет но там действительно была очень явная потребность Португалии посмотреть все-таки на социальные нужды я вам уже говорил что на них во-первых ассимонова не было мало ну и это приводило к очень большим перепосам там с очень низким уровнем здравоохранения и т.д. и т.п. поэтому революция гвоздик один из редких примеров того как военный переворот довольно быстро привел к восстановлению демократии а не к военной хунте да так тоже бывает ну и в итоге в 74 году закончилась закончилась война война и в гвинеи и в да в самом мазамбике и в Анголе и португальцы признали претензии Индии на Гуа и другие территории вот так вот дорогие мои развивалось две страны в общем сопоставимые когда-то действительно очень центральные для Европы ну португальцы сделали огромное количество действий для там всяких разных в общем познаний мира да кругосветных путешествий морских открытий и были одним из сильнейших ну по крайней мере важнейших игроков в колониальном мире там в новое время особенно в раннее новое время греки ну про них вообще говорить нечего но вот такова была примерно и судьба в веке 20 такие дела на этом мой сегодняшний спич к вам завершен впредь старайтесь сделать больше докладов на семинарах помните об этом темы если нужно просите заранее всегда вам их дам так что будьте счастливы и помните что называется о сессии и о том что если вы сами себя знаниями не наполните то никто не наполнит мое дело в этом вам только немножко помочь не наполнит